Здравствуйте, дорогие друзья! Это третий фильм, как я и обещал, по изготовлению Роял Вульфа. Очень уловистые приманки, и эту мы в третьем фильме будем, ну, очень бюджетно изготавливать из того практически, что у каждого, наверное, есть дома. Что нам понадобится? Заготовочку я сделал, как в предыдущих фильмах. Так же будем крепить пышненькое крыло без первого варианта, так как во втором варианте. Берем мех косули, буквально по толщине, ну, как две ампулки. Ступочка. Если ступки нет, можно в пробирке или в какой-то другой трубочке, как вам будет удобно, или в гильзе охотничьей. Вот я подготовил. Теперь мы берем наш мех и, что мы видим, как видно здесь, есть длиннее, короче. Перехватываем. Почистим весь, который поломанный, пух, где у нас попал. Еще раз прикинем величину. Ну, для меня так она большая. Правильно говорил Игорь Тяпкин. Отмерите, сколько считаете нужным, и возьмите половину. Вот мы так, наверное, третью часть я убрал, даже четвертую обманываю вас. Вот вышла такая примерно кисточка. Теперь, что нам нужно. Мы должны с вами подгадать крыло. Вот наше крылышко должно быть до загиба. Перехватываем. Примерили. Теперь пальцы не отпускаем. Вот в каком положении у нас наш мех держится. Вот в таком и отрезаем. Я вот так примерно прикинул, то есть мне видно, да, достаточно. Теперь прикладываем сверху. Но прежде чем мы это будем делать, чтобы наш мех не скользил, я обычно всегда беру, вы правильно поняли, смазываю это клеем. промажем место, где будем крепить и промажем наш мех-торец, чтобы он не ехал. И также без фанатизма я чуть-чуть вот так промажу нитку. Так как, ну, очень уж скользкий мех, поэтому, исходя из этого, его желательно сразу вот закрепить без... Делаем легенький вот такой нажим, потом несколько сильнее, а потом возвращаемся к тому месту, где мы его крепили и уже по той нитке, которую мы с вами закрепили, удерживаем мех ни влево, ни вправо, ни вверх, никуда. И вот так теперь по нитке, потому что если будем сразу подтягивать, то мы можем передавить наш мех. Отпускаем и смотрим. Вот он у нас разъехался и симпатично разъехался. Вот приблизительно такое должно выйти у нас крылышко. но учитывая то, что серый цвет нам будет видно очень плохо издалека, а мушка сама по себе такая, что нужно следить за поклевкой глаз до глаз нужен, так как рыба быстро распознает, что это мех косули и может его выплюнуть. поэтому так как это бюджетный вариант, я вот у меня остаются иногда вот такие вот перышки. Это флуоресцентное перо. Если такого нет, поставьте оранжевое, поставьте желтое, поставьте нитку, возьмите, как вам будет удобно. Вот я возьму примерно такую вот щепоточку перьев и постараюсь их рассредоточить. Примеряем длину, вот так, отлично, укоротим немножечко и постараюсь перо это все рассредоточить ровно сверху, чтобы не было это кисточкой. Пока ничего не смазываем, не промазываем, примеряем. Примерили, перехватили руки и притяжной петлей сверху подхватили. У меня вышла, вот как вы видите, вот такая кисточка, после этого я беру вот так ноготком и начинаю все это, чтобы у меня перо разъехалось. влево, вправо от середочки и вышла вот такая хорошая кисточка. Вполне достаточно и будет нам видно перо флуоресцентное, поэтому проблем, где находится наша приманка, у нас уже не будет. Вот, и теперь, что дальше? Дальше мы должны с вами капнуть немножечко лака, чтобы он прошел хорошо мех и перо, так как мех наш будет впитывать из вот этих трубочек в воду. Как вам будет удобно, вот так вы и поступаете. Теперь я подготовил здесь перышки, так как в прошлый раз длины пера мне не хватило, я уже взял три таких перышка. Одно посветлее и два потемнее. А вы уже смотрите по качеству своих перьев, потому что, как вы уже успели заметить, ставить можно спокойно два и три пера на пушку, проблем не возникает. Вот, подготовил я вот так кончики, сейчас тут берем лохмотья, в замочек и намотаем из нитки площадочку, сразу все вот наши вот эти подготовим, но перо скажу сразу будет у нас скользить. Так, затягиваем, не нужно. Вот так. Так, теперь я подкрашу сразу черным, так как потом меньше ушло у меня материалов, и по этому месту я намотаю перышко. так как у нас мы взяли с вами три перышка, поэтому хватит будет пару-тройку оборотов для пышности нашего крыла. Ну, вообще сейчас будет видно. Так, складываем их. Немножко приподнимем для удобства крючок, складываем наши перья, так как по-любому будет перо ползти. Увлажняем, отводим наши бородки назад, и формируем опушку. формируем и формируем Дошли до колечка, 3 оборота, как раз мне и хватило. Выравниваем наше перо. И чтобы не было скучности, я переведу вниз и его закреплю снизу и сбоку. Вот так. Перекинули, перехватили. И все та же самая процедура. Увлажнили, подобрали вот так все бородки. И начинаем формировать головку, придавливая наше перо. Здесь вот головка будет еще меньше за счет того, что использовали мех косули. Будет не сильно такая выдающаяся, но она будет. Так. Вот так. Перо отрежем после того, когда наш лак немножечко проклеится, чтобы мы не вырвали перо, которое закрепили. Годится. Отрезаем нитку. И нанесем буквально пару капелек лака. Лак я наношу бесцветный, а потом уже наношу черный. Потому что если мы сейчас сразу можем чуть-чуть, как только переборщим с лаком, сразу пойдет на перо. И будет у нас перо перекрашено. А так этот лак проникнет глубоко, пропитает. И наше следующее нанесение черного лака уже будет не столь проблематичным. Вот так. Как вы видите, лак хорошо впитывается. Почему я и очень люблю вот именно хендесовскую продукцию такую. Именно этот лак. Потому что он лак-клей глубокого проникновения. А оставляем, пусть подсыхает. Ну и как вы уже поняли, здесь нам необходимо еще привести все в порядок. Вот как вы видите. Ну или так, или так. Как вам будет удобно. То есть бюджетный вариант. Мушку видно будет издалека за счет этого перышка. Ну и рыбе будет как раз симпатично. Можно изготавливать. Если есть у вас перо, допустим, крыло можно делать с помощью пера. Но много его нужно будет. И большая скучность материалов. Но это если вы хотите. Еще есть вариант. Я тоже делал такую мушку. Я брал мех домашней козы. Вот он немножечко более тонкий. И получается за счет этого тоже плавучесть хорошая. А не по структуре два меха практически одинаковых. Ну вот, в принципе-то, друзья, и все. Как вы и просили. Я изготовил вам три варианта Роял Вульфа. Какой вам будет ближе к душе, выберите для себя и можете изготавливать. Почту я оставляю. Пишите все пожелания или какие еще фильмы. Я подготовлю. Благодарю за внимание. С наступающими праздниками всех. Продолжение следует.